Мошенники научились взламывать мессенджеры, которые прежде казались самым защищенным средством коммуникации. Они ведь в телефоне, который всегда с нами. Братство аккаунтов в социальных сетях не ушло в прошлое. Злоумышленники стали действовать тонко. Они публикуют от лица владельца посты и отправляют именные сообщения. Например, просят перевести деньги на лечение близкого. Причем зачастую мошенники весьма точно копируют стилистику прежних публикаций. Упоминают родственников пользователя и даже выкладывают фотографии с его паспорта. И самые бдительные хоть на минуту поверят, что все это пишет их реальный знакомый. О новых приемах интернет-мошенников в нашем материале. Мама, я в беде. Срочно нужны деньги. Потом объясню. Вышли их на этот номер. Так начинали мошенники, вымогающие деньги по телефону. Теперь злоумышленники действуют куда более изощренно. Не пишут с незнакомых номеров. Ведь крика помощи цепляет куда больше, если поступает со знакомых вам аккаунтов. Словами музыкантов инструменты другие, партитура та же. Сыграть на стремлении, помочь и выручить. Ну вот, допустим, парень перевел деньги, вот водитель мой, на ту карту, которая была ему прислана. А то есть, а кому не высвечивается? Не высвечивается. Помочь племяннице, у которой двухлетний сын опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Такие сообщения пришли от имени Марины Валерьевны, многим её знакомым. Причём сообщения именные, от её аккаунта в Телеграме. Большинство заподозрило взлом. Однако некоторые успели перевести деньги мошенникам. В сообщениях были ссылки на сайт с мольбами о помощи, фотографиями ребёнка в реанимации и реквизитами карты. Теперь вместо этого вот такая страница. И я вот не могла зайти до вчерашнего дня в Телеграм. У меня блокировал, что якобы мой телефон и мой пароль не существует, что я неверно что-то ввожу. И потом я уже заново завела уже новую страницу себе. Взломы в Телеграме – своеобразное новшество. О таком мошенничестве слышали ещё немногие. И поэтому доверчиво переходят по ссылкам. Сразу обмана не заподозришь. Человек же пишет со своего аккаунта. Да ещё и обращается по имени. Взламывают непосредственно платформу какую-то, то есть непосредственно сервера ВК или ещё кого-нибудь. Взламывают непосредственно тем же самым фишингом. Вот термин достаточно распределённый уже, наверное, обыватели привыкли к нему. Это всевозможные рассылки, похожие на какие-то реалистичные письма, на которые люди реагируют, переходят по ссылкам либо вводят какую-то информацию. И, соответственно, мошенники получают доступ. Самое большое везение для обманщиков – получить доступ к электронной почте. Автоматически в их руках и все аккаунты, привязанные к ней. Такое произошло с Ниной. В её письмах взломщики нашли даже сканы паспорта. Их опубликовали для достоверности среди множеств постов от её имени. Помогите, маму сбила машина, срочно нужны деньги на операцию. Имя мамы – реальная стилистика сообщений в духе аккаунта. Мне начали просто очень много писать, типа, что прости, что так мало перевёл. Типа, маме здоровье. Я такая, в смысле? Я написала в Телеграме. Я поставила статусы во всяких контактах, что ребята меня взломали в Инстаграме. Не переводите. 1200-300 всё-таки мошенникам улетело. Специалисты советуют придумывать надёжные пароли, минимум 12 символов. Использовать заглавные и строчные буквы. На всех значимых аккаунтах настраивают двухфакторную аутентификацию, чтобы страничка была привязана не только к почте, но и просила дополнительные подтверждения. Телефон, СМС, отпечаток пальца. Но если всё-таки произошёл такой случай, и ваши социальные сети взломали, необходимо обратиться в службу поддержки для того, чтобы восстановили ваш аккаунт. Но если с аккаунта всё-таки производятся какие-либо мошеннические действия, просят денежные средства, здесь можно написать заявление в полицию. Статья 159 УК РФ в соответствии с этой статьёй будет грозить наказание в виде лишения свободы, штрафов. Но, к сожалению, такие преступления крайне редко раскрываются, потому что они часто совершаются с помощью ботов, иных электронных систем и могут совершаться даже не из того города, в котором вы находитесь. В соцсети пестрят постами о срочных сборах прямо по номеру телефона. Мол, с фондами всё тянется не одну неделю, а щенок или ребёнок уже на грани жизни и смерти. Иногда говорят, что правила, например, дорожного движения написаны кровью. Ну так вот, правила, по которым работают благотворительные фонды, существуют тоже не просто так. Когда говорят, что фонды не успевают, нужен срочный сбор. Действительно, написать пост в соцсетях – это дело, ну, пара минут, да. А фонды, работающие профессионально и грамотно, обязательно должны проверить все предоставленные документы. Когда мы понимаем, что сбор ждать не может, операция ждать не может, то мы гарантируем клинике оплату, параллельно ведя сбор. И многие клиники на это откликаются и помогают ребёнку, не дожидаясь оплаты. При виде таких постов специалисты советуют успокоиться и проверить достоверность сбора. Например, связаться с родителями больного ребёнка. Или позвонить знакомому, от имени которого просят о помощи. Вдруг он даже не знает, что стал невольным посредником между мошенниками и теми, кто готов помогать.